Деяние святых апостолов И явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божием. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути, и, придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, и Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и Марией и Матерью Иисуса, и братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человек около ста двадцати, «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и, когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и помолились и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтоб идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати апостолам.